Здравствуйте, дорогие сообщественники! 12 ноября. Мне сегодня поплавалось на глаза видео. Известная журналистка Майя Бигбай в Инстаграме сделала заявление. Она благодарит товарищей, который я поздравляю с назначением, заместителем руководителя ансамблии народов Казахстана. На днях я назначил Тухаев на эту позицию. И первая инициатива была озвучена Майей. Я так понял, сегодня Майя заявляет с таким комсомольским задором в духе прям тех советских еще, знаете, постановочных таких выступлений. Вот пришло письмо, говорит, с регионов, с Тараза, некий директор школы Дунганин, жена Уйгурка. Вот они обращаются в Ассамблею народов Казахстана с просьбой, а нельзя ли, говорит, нам, как американцам, как у американцев сделать, чтобы в графе национальной с паспортом писать казах или казахстанец. Вот такая, говорит, инициатива, с мест приходит. Как вы смотрите, говорит, друзья, так вот преподносит Майя. Давайте, мол, типа это будем обсуждать, и этот вопрос очень важный сейчас решать. Ну, во-первых, я, Майя, к вам сразу хочу сказать, вот я к вам обращался в прошлом году, помнится, да, дать интервью. Здесь вы в своем видео заявили, что вы человек общественный, деятель такой, открытый, общественник, телевидение работаете. Я вас еще раз обращаюсь к вам, прошу дать интервью моему YouTube-каналу. Вот эти вопросы обсудить, ну, другие вопросы, походу, могут возникнуть. Ну, относительно вопроса, который вы поднимаете, не эти дунгане у игуры поднимают эту тему. В 2009 году, если я не ошибаюсь, Назарбаев эту тему поднял. Он хотел сделать закон, чтобы у нас граждане Казахстана назывались все казахстанцами, исключить национальное деление. Тем самым убрать вообще слово казах, размыть. Это его, на протяжении всей его политической карьеры, это прослеживается четко идея такая, мысль размыть казахскость, уничтожить казахский язык, культуру казахскую, самобытность, традиции. Он все для этого предпринимает. И это один из тоже таких планов, который он еще с 2009 года, если не ошибаюсь, опять же, пытался реализовать. Теперь вот заходит по-новому. Так что это не идея какого-то там абстрактного дунганина, уйгура. Это идея жунгара Назарбаева, направленная на то, чтобы уничтожить и этичность казахов. Вообще, чтобы казахи не существовали. Так вот, типа будет нация казахстанцы. Размыть, размешать. Это полностью вписывается концепцию, которую пытается реализовать Кремль. Они еще с тех пор, знаете, 19 века, раньше даже везде своих в архивах писали, там, киргизская Исааки, татаро-монгольская ига. Никогда казахов не упоминали, не упоминают, умышленно делают. Знают прекрасно историю казахов. Знают, что из себя представляют казахи. Всех этих полководцев казахских. Прекрасно знают их историки. Но политика такая была. Именно проводником политики Российской империи является Нурсултан Назарбаев, которого в 1989 году поставили на власть. И он осуществляет политику Кремля. Вот это все вместе увязывается. А вы тут, как девочка-комсомолка, нам сейчас зачесываете с комсомольским же задором. Возраст уходит, но задор у вас, я смотрю, комсомольский не пропадает. Тем не менее, я культурно вам обращаюсь. Прошу дать интервью моему ютуб-каналу, чтобы ставить точки над «и». Я понимаю, сейчас у нас выборы на носу 10 января. Будут закидывать такие провокационные идеи, мысли. Возможно, это провокация через Ассамблею народов Казахстана. Вот через милые ваши личики вот так закидывают провокацию. Казахи охочи для таких вот, знаете, жареных фактов. Сейчас будут накидываться. Да что вы там, да то. Ну, можно и так рассматривать. Вот Тухаев вчера тоже там пишет. Это латиницу, говорит, новую ему дали. Сейчас будем новую латиницу продвигать. Типа, ученые нашли, как можно латиницу внедрять. Это тоже все может быть из этих, знаете, фейковых целей. Вот когда вертолет летел в горах Афганистана, там они тепловые такие завесы запускали, чтобы ракета, пущенная, стингер этими ополченцами, не попала в сам вертолет. Они тепловые такие завесы запускают, чтобы в них попадали. Возможно, ваш опыт тоже с этим связан. Тем не менее, вы сказали. Я, как журналист, сейчас обращаюсь к вам, дайте интервью по этому поводу. Развить вашу мысль. Там, вы говорите, называться казахом или казахстанцем. Вы четко обозначите позицию ассамблеи вашей, это ни к чему не нужно, долбаной. Она, на мой взгляд, полностью антиконституционна. И на это можно было поговорить, раз вы же туда зашли. И жду вас опять, Майя, на. Приглашаю на разговор в прямом эфире. Благодарю за внимание.